Чемпионат Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе проходит в спортивном зале школы Алексея Мишина. И несмотря на то, что в столицу 13 региона съехалось более 100 спортсменов из 13 субъектов ПФО, именно хозяева ковра являются главными фаворитами соревнований. В нашей сборной более 30 борцов, и каждый готов побороться за медали и путевки на чемпионат России, которая пройдет в январе следующего года. А чемпионат ПФО является завершающим стартом сезона. Сейчас Алроса прошел, сборная мира и сборная России проборолась, поэтому это последнее мероприятие взрослое. Я думаю, что да, уже окончание сезона, можно так сказать. Максим Сурков, Дмитрий Питайкин, Руслан Варданян, Руслан Бичурин – представительство мордовской сборной на чемпионате ПФО более чем солидное. Звезды не только на борцовском ковре, но и на трибунах. Артем Сурков буквально несколько часов назад вернулся с международного турнира по греко-римской борьбе Куба Колроса, где в рамках противостояния сборных России и мира сумел взять убедительный реванш у своего обидчика по финалу нынешнего чемпионата Европы турка Атакана Юкселя 6-1. В первую очередь приехал поболеть за брата. Мы вчера только прилетели, он был со мной на турнире, помогал, сейчас вот прилетели. Я помогаю, готовлю, настраиваю. Ну и также болею за всех ребят, кто тренируется в нашем родном зале, за красивую борьбу, за зрелищную борьбу в целом. Как считаете, вот из нашей сборной, сколько примерно медалей всех ребят на свои войти на эти соревнования? Я думаю, золотые все должны были. Братская поддержка сыграла свою роль, и Максим Сурков без проблем добрался до финала, где ему противостоял товарищ по сборной Мордовии Руслан Бичурин. До этого сокомандникам еще ни разу не приходилось встречаться в рамках официальных соревнований. Не получилось выяснить, кто сильнее, и в этот раз Руслан Бичурин получил по ходу чемпионата небольшую травму и предпочел не рисковать, снявшись с финала. Максим Сурков стал победителем без борьбы. Мы вчера, правильно вы сказали, вчера прилетели только в обед с турнира. Там поддерживал ребят, Серегу имели на Артема. Побыл с ними там четыре дня. Вчера прилетел, потренировался вечером уже. И сегодня боролся настраиваться, так может даже и лучше. Я там постоянно каждый день тренировался, поэтому приехал в форме, вес был нормальный. Еще два финала чемпионата ПФО вышли чисто мордовскими. В весе до 77 килограммов за золото должны были побороться Дмитрий Питайкин и Салих Баширов. В категории до 87 килограммов – Григорий Крашенинников и Роман Рубцов. В итоге спортивная удача оказалась на стороне Питайкина и Рубцова. А Баширов и Крашенинников завоевали серебро. Так же, как и Руслан Бибарсов. Чемпионами ПФО в своих категориях стали также Стас Климов, Мурат Лакьяев и Заур Хуснудинов. Бронзу у Михаила Депцова, Александра Матлабова и Гаджимурада Джалалова.